Мы в эфире Времени за последние годы Чтобы играть было интереснее нам В эту игру, естественно, мы желаем ТФ какого-то развития Хотим, чтобы по нему проходило больше Турниров, ланов В него приходили новые игроки Собственно, наверное, об этом сейчас мы и поговорим У меня в Тимспике 5 гостей Сейчас, наверное, представлю всех Так, по чуть-чуть, буквально пару слов Вот, это Ну, раз Марта подала голос Сначала Хотя, стоп Можешь сначала сказать, все ли Все ли работает нормально Как бы Чтоб не было потом никаких Вопросов, поэтому Напишите, да, кто-то меня Ну, либо в один из чатиков, либо в стим Все ли работает нормально Все ли слышно О, дикер Ну ты Ты написали? Да, мне написал фандикер Мог бы и тут сказать, собственно Именно так То есть, это игрок сейчас, на данный момент, лучшей командой России Хотя, там сейчас, наверное, присутствуют не только русские игроки Но все-таки ее, наверное, называют лучшей русской командой Это УВГейминг Ну, просто приятный человек Очень хороший игрок Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо Да, да, да Дикер Ну, это что-то такое новое Немножко течение В российском TF2 комьюнити Насколько я знаю, победитель Промоушен TF4 Нет, как там TF2 World Cup Номер 2 Номер 2 Да, да, да Ну и, наверное, больше известен он как стример Сейчас самый активный Да, всем привет Так, остался Гайлант Я даже не знаю, нуждается ли это человек в представлении Мне кажется, что нет, на самом деле Нет, аж представляй А я даже не знаю, что о тебе сказать Тогда не говори Всем привет Топовый медик России Также активный участник комьюнити Ну, собственно, как-то так Просто Гайлант Это был, нет, нет Ну Символ российского TF2 Капитана Да, да Почему нет? Так, кто-то должен был это сказать Я решил взять эту ответственность на себя Итак Я подготовил ряд вопросиков, которые мы сегодня будем обсуждать Так, чат вверху не видно Интрига Все должно быть видно Ну, за начало Хотелось бы просто поговорить о текущем положении Team Fortress Ну, в России, в Европе Что так Понадеется, что это не так все плохо И какие-то продвижения есть за последние годы А может быть и нет Гайлант, можешь что-то на повод сказать? Наверное, мы читали все твои статьи Но, может, не все на твоем блоге У нас, собственно, было об этом Ну, не знаю Так Чисто на первый взгляд У нас как был В Дуэл всегда так Он сейчас и остался В Аэрплей там как-то Переиджеские сезоны проводят Расписание у них не слишком внятное Но Поменьше народу Они все-таки собирают Где-то там у них есть Не такая, правда, сильная Со смещения, наверное, Дивана 2 Вниз Не знаю, кто-то, может быть, еще что-то добавит Ну, ты как-то весьма коротко Рассказался Ну, да, я так активно в последнее время слежу Ну, просто ЭТФДЛ, как и были У них четкое расписание Которое известно, в принципе, на полгода вперед То есть Следующие два сезона И с даты начала сезонов известно Сильно заранее В этом как бы плюс В принципе, игроки могут уверенно планировать Там, собирать команду Под какой-то, ну, хотя бы месяц По рамках месяца, да Ну, и по большей части это все Ну, вот Америка, например В Америке все круто Ну, давай, Дикер, скажи, что там круто В Америке недавно снова открылся сайт Team Fortress TV Где они собирают все стримы Не только с Америки, естественно Там же есть и наши европейские Наши российские, кто добавил Сегодня они, причем, кстати Переделали дизайн Он стал более дружелюбный, что ли То есть они работают над этим Они теперь зарабатывают на стримах, кстати То есть не только ИСЕ теперь зарабатывает деньги с ТФ А теперь зарабатывают сами стримеры Официальный канал Также у них там сейчас Снова их Помпезная лига За которую Топовые игроки платят деньги Чтобы поиграть на ней Снова работают Там сейчас, по-моему, идет где-то середина Уже четвертая, что ли, неделя Ну, в Америке все хорошо Все отлично, все растет Вот Примерно так Ну, собственно, если в Америке все растет Наверное, у игры Какой-то потенциал был И, возможно, если он не раскрылся давно То есть какие-то надежды Что он все-таки раскроется в будущем Тут, в принципе, в Мирке уже есть какие-то вопросы Я не узнаю, в принципе, этих людей, которые задают Наверное, потому что это какие-то новички И это хорошо Вот они задают такие вопросы Как есть ли вообще соревновательный ТФ Дружно, благодарим Марту Да, давайте Я не против Спасибо Спасибо, Марка Ну, соревновательный ТФ, в принципе Что значит соревновательный? Профессиональный или соревновательный? Соревновательный, само собой, есть То есть есть лиги, турниры, какие-то ланы Нет, ну, с точки зрения соревновательного, естественно, безусловно, он есть В принципе, там, если брать, например, статью, да, которую я писал в влоге То есть я бы не сказал, что даже руты сильно просел, да Там все-таки просто банальные люди были, люди ушли Потому что срок игры уже, грубо говоря, на минуточку шесть-шестой год пошел Поэтому в целом все выглядит довольно нормально Для чисто соревновательного, небольшой игры в Европе А так, профессионального его как не было Так что, давайте не будем себя обманывать его И уже точно не будет Ну, как бы люди ушли, но новых-то не пришло В этом главная проблема Ну, у нас в руками люди, да, она очевидна, что существует Мне кажется, в Европе, в принципе, там смена таких поколений Она довольно хорошо прослеживается Кто-то уходит, на их место приходят новые Хотя, допустим, если брать этот сезон То, ну, там реально вернулось очень много людей Которые реально просто олдскул Ну, там, седьмой-восьмой сезон кто играли Ну, там, вежуха, она присутствует И, в принципе, если кто-то ушел, на их место подтягиваются новые какие-то интересные игроки И, ну, вот получается так, что многие составы, да, это новые составы Наполовину состоящие из каких-нибудь старых грандов Наполовину из новых людей И очевидно, что этим старым людям есть что показать А новичкам, в принципе, есть чем удивить И такой симбиоз происходит Как новые команды, они реально образуются А у нас такого, к сожалению, нет Но, опять же, профессиональный ТФ Это как эволюция, собственно, соревновательного То есть, когда уже появляются команды и мультигейминги То есть, это уже как-то перерастает именно в профессиональный У нас, в принципе, есть, наверное, эпсилоны, да, одни только Которые в Европе зарабатывают, наверное, деньги на ТФ Криква, да? Ну, на стрессах они сейчас Я, честно говоря, складывающее понятие, смотря зарабатывать деньги на ТФ Ну, какую-то денежку получают Какую-то, разве что Нет, как игроки, они получают профит, безусловно, в том, что у них полностью оплачены поездки на ланы И, в принципе, все Ну, там, я уж не говорю про себя, но, как бы, у кого их нет, да? А зарабатывать, нет, я сомневаюсь, что им что-то оплачивают Но полная оплата поездок на ланы, это, как бы, круто И, в принципе, да, это единственная команда сейчас, наверное, которая имеет такую поддержку Но, опять же, тоже, наверное, там, не берусь судить, как эпсилоны на них зарабатывают То есть, да, конечно, не круто, когда у них есть абсолютно победоносный состав Ну и все Больше никто не зарабатывает Давайте тему вот именно профессиональной сцены, да, я просто опустил Ну, собственно, чтобы все это перерастало в что-то более большее В любом случае нужно привлекать новых людей Ну, либо, чтобы они сами приходили Ну, так игра уже есть сколько? Пять лет, да? То есть, уже сложно представить, чтобы именно новые люди приходили То есть, в любом случае, это привлечение людей с паблика Вот, и, как бы, какими, вообще, реально ли это? Какими способами можно привлечь людей? Как-то заманить их, показать, собственно, что ТФ это не только паблика Очень интересная компетитив игра Мы надеемся с хорошим потенциалом, именно киброспортивным Вот, наверное, хочу первый вопрос адресовать Марте Она расскажет немножко о своем проекте, да, и все такое Ну, да, ну, вы знаете, на пабликах, как бы, я играла много И зачастую видишь людей, которые стреляют неплохо Вроде как стрейфят, вроде как понимают Но почему-то не играют 6 на 6 Ну, и зародилась такая мысль Организовать как-то этих ребят Соединить, так скажем, воедино И немного поучить, как все же играть в киберспортивный ТФ Ну, и сейчас, что мы имеем Это один состав, который играет 14-й сезонный ТФЛ Причем вполне успешно Их, правда, кинули в 6-й див Хотя надо было в 5-й Так-то Ну, да ладно И еще 4 составчика у нас сейчас тренируются активно У нас есть также 4 колера Это я, Дикер, Кларк и Смет Мы их обучаем Там играем у Тиду Рассказываем, что как по картам Позиционно и вообще Вот Поэтому все у нас вроде как неплохо Такие вот дела Ну, да, это все, конечно, хорошо То есть, в принципе, какой-то прогресс есть Новые люди есть, интерес есть И это самое главное Ну, да, но ты знаешь Просто очень редко люди соглашаются поиграть в 6 на 6 Потому что, в принципе, баберам Им нужно что? Зайти вечерком после работы в ТФ На свой любимый сервер Поговорить войсик И, в принципе, дальше они двигаться не хотят Поэтому, естественно, приток людей достаточно мал И зачастую это игроки Которые либо уже играли 6 на 6 Где-то там в 4, 6, даже в 5 диве Или те, которые прям вот новички в ТФ Но сразу хотят поразить эти просторы в этом формате Поэтому их вот как-то соединять довольно-таки сложно И делать составы примерно равные Чтобы люди могли учиться Могли осваивать что-то новое Но пока что вроде все идет неплохо Тут еще спрашивают, Марта Набор ли продолжается в твоем проекте, в твоей составе? Конечно, набор постоянно будет продолжаться Сейчас вот, как я уже сказала 4 только состава Но есть еще люди, которые могут и хотят Взять еще себе составчик и его тренировать Поэтому, пожалуйста, пишите Я никому не отказываю Так что Я вклинюсь, если возможно Вклинюсь Вклинюсь В принципе, а скажи Игрокам, которые к тебе обращаются Что мешает им, грубо говоря, самим собраться? Почему им нужна ты? А кому? Можно я скажу? Да, вот секундочку Вот я хотел сказать, что до того Галан Ты свою фразу сказал Проблема в том, что паблик очень далек от соревновательного именно То есть Другие игры, которые заточены под компетитив Они То есть есть Counter-Struck Да, где есть Сейчас очень хорошая система матчмейкинга Вот Потом есть Dota Ну да, CSGO Есть Dota, да Где собираешь пятерых Тыкаешь, да, и ищут пятерых противников То есть там такого понимания, как паблик То есть там, грубо говоря, нету Нет, это все понятно Но я не говорю про этих людей, которые на пабликах играют Я говорю сейчас как раз о людях, да Которые уже, ну, вот Понялись, ориентировались И они хотят попробовать себя в 6 на 6 Я задаю вопрос такой Почему они Ну вот, да, даже банально говоря Сдают сейчас вопрос Идет ли еще набор А что мешает им Двигаться самостоятельно в этом направлении Если попробовать собрать свою команду Сколотить там с друзьями Или там с теми же игроками С которыми они там тесно познакомились Уже на паблике, да Ну, банально же, в принципе, существует Вот 5 лет назад это начиналось с того, что Там, о, ты там медик И бегаешь целый час И потом вы как бы фигак С этим вместе Одну команду пробуете сколотить И там еще какого-то вот Видели солдата, который джампается И там его банально добавляешь Там, найдя игрока Которого ты видел, да, на предыдущем сервере Добавляешь в друзья И там с предложением Не хотели, не хочешь ли с нами Там по поводу поиграть То есть, ну вот Как бы вот так это все было изначально Тут говорят, что проблематично создавать Потому что это все время и силы И это все тяжело организовать Да, но смотрите В принципе, все, кто там Вот, играли мы лет 5 назад Мы же именно так координировались Мы по принципу там Ну, уже личного, допустим, знакомства Собирались там, если брать Например, допустим, нашу сноуборскую команду Либо собирались, допустим, да По принципу того, что люди уже играли Там в какой-нибудь игре Там, брать кого-то из московских ребят Ну, либо очень многие Там тоже за 2, да Насколько я помню Там, наверное, может подскажет Это чисто такая Из паблика Пришедшая в такой комьюнити Соединившаяся потом В такой вот бренд Команды 6х6 Ну, ты забываешь о том Что все-таки 4 года назад Или сколько я там Скала, 5 И нынешняя ситуация С РТФом Она, как бы, несколько отличается А какая ситуация? Ну, такая, что нету Команд Нет мотивации Нету стремления Какого-то Ввиду фри-ту-плея Мне кажется, что больше Чем на старте Игроков больше Но им нужны только шапочки Ну, как бы, шапочки Няшные телочки на пабликах Которые будут им Их лечить И говорить войсик В принципе, больше ничего Игрокам в ТФ не нужно Потому что Вальвы Себя позиционировали Так в этой игре Они изначально Не стали ее поддерживать Как киберспортивный формат В этом вся проблема И мотивировать игроков Которые играют на паблике Очень сложно Чтобы они пришли В Компетит ТФ Вот Ну, не знаю Тогда Это Правильная идея На самом деле Что действительно Зачем что-то делать Если и так все неплохо Есть там Какие-то усилия тратить На то, что может В итоге не получится Ну просто люди Не знают Понимаешь Что есть такое Нет, ну это мы же говорим О каком-то вот Принуждении Типа Нет, паблик нельзя Да нет, непринуждение Как руки на одеяло И все Спай Ну в КСе так и делали В 1.6 Всем утвердили в голову Вбивали то, что Паблик это плохо И в итоге КС В 1.6 Именно он Жил очень долго А в ТФ Сейчас просто Когда появились Эти шапки Все Про паблик Уже стали говорить Только паблик Только шапки Как бы Вот это надо Как-то Ну не исправлять А хотя бы Потихонечку Так переманивать Как сейчас подруга Начала делать Вот в чем смысл Ну плюс нет Дикер Ты Не, Амар Давай договори Ну я наверное Ты уже Другая тема будет Про то, что Нет нормального Так скажем Портала Или Средства связи Для тех Кто хочет Да Ты в Долг Мы сегодня Обязательно затронем Но без этого Вообще никак Дикер Насчет стримов твоих Собственно Стримов ТФ Это Довольно-таки Новое Такое течение Собственно Как и Сейчас у нас в Европе Активно развивается В мире Вообще стримы Ну а В ТФ Так вот Недавно Когда появилась Ванила А в России Так вообще Собственно С твоим Приходом Начало что-то Хорошее Вырисовываться В этом плане Еще Вардан был Ну да Ну Вардан Быстро ушел Почему-то В принципе Стримы Да У него были неплохие Я до сих пор Вспоминаю Четвертьфинал Россия-Швеция Это был Божественный стрим И сама игра Была шикарная Кто Хочет Посмотрите Записи на Гудгейме Этого стрима Должны быть Это было По-моему В августе Вот Расскажи Диккер Если какой-то Прогресс По стримам Если приток Зрителей Собственно Вот Да С чего Мы начали Вообще Это все Делать Вот Наверное Значит Ну Мы сидели Как-то Сидели Ничего Не делали Потом Я начал Стримить Свои Уже Повки Еще Тогда В пятом Диве Потом Это все Так Перерастало Перерастало И Мы С Анти Что-то Так Задались Вопросом Почему Не Постримить Матчи Потом Ситуация Со Стримами В России Была Очень Натяжная Их вообще Почти Не было Там Галантов Вроде Был Твич Тогда Еще Но Он На него Редко Что-то Делал Ну Да Был Варден Редко Играли Да Раз в неделю Я помню Потом Был Варден Который Метался Между Нами Ну Тэвдов Ворлдом Именно И Ванилой И Вот Буквально С началом Под Начало Сезона Мы Решили Почему Бо И Почему Бо Начать И Как-то Спонтанно Просто В один День Уже Собрались Санте Позвали Липе Кларка Деза Ну И Собственно Поехали Работать И Как-то Все Так Хорошо Вылилось Начали Заходить Люди То есть Сначала Было Там 20 Человек Потом Бац На Первый Большой Стрим Уже Пришло Где-то Под Сотню Там Было Не Помню Точно Цифру Сейчас Как Стабильно Нормально Народу И Это Радует То есть Паблик Приходит Паблику Интересно Ну Многим Не Всем Конечно Вот Европейцы Иногда Тоже Заходят Посмотреть То есть Российский ТФ Он Еще Как Б Плавает Он Еще Держится Поэтому Стримы Мы Будем Продолжать Мы Будем С кем Нибудь Объединяться С тобой Там Фотон Плавает Как Что Я Прошу Простите Крепкая Досочка Корабль Корабль Вообще Нужно Больше ФП Стримов Я считаю Вот Река К тебе Вопрос У вас Не было Идеи В команде Вы Самая Топовая Россия Команды В чем У вас Никто Не Стримит ФП Мне У нас Ординатор По-моему Кое-то Время Стримил Но Его Смотрело Довольно Малое Количество Людей Поэтому Он На Это Благополучно Забил Мне Тоже Говорили Что Кардус Который Там Английский Домоман Он Больше Всех Зрителей Собирал На Своих Стримах Но Он В итоге Тоже Отказался Потому Что Ну Вот Ему Это Мешало В принципе Играть Он Когда Без Стрим Играет Он Лучше Играет Но Он Подумал Что Я Буду Показывать Людям К Играй Лучше Буду Ну В принципе Лучше Играть Да Это Тоже Верно Конечно Потому Что Съедает Ресурс Игры Стримы Тяжело Играть Поэтому Наверное Большинство Стримов От Медиков Потому Что Играет Большой FPS Потому Что Они Лищи Возможно Слушай Показателем Тоже Является Что Сейчас Нас Смотрит 75 Человек Хотя В принципе Информация Была Много Где И Хотелось Больше Людей Чтобы Пришло Послушало Хотя Что Вообще Происходит В Тефе Мне Было Как Игроку Паблика Если Не Играл 6 На 6 Было Интересно Но Увы Ты Сам Видишь Результат Вот 75 И Все Больше Нет Остальные Все На Канал На Ютубе Да Он Пишет С Бандикамо Он Пытался Стремить Мы С Нем Смотрели На Это У Него Комп Не Тянет Там Чуть У Нем Подмаги Большей Часть Технические Да Технические Да Мне Тоже Я В Песня Запустил Показать С Четвер На С С С С С Настройки Бы В том Что Мне Кажется Он Надо Смотреть Если Полыш С Возможно Я Сезон Матчей Буду Стримить Возможно Нет Конечно Но Именно Зависит Реально От Нагрузки Мешает Или Нет Потому Что В принципе Проблемы Особо Я Не Вижу А Когда У Тебя Начинает Проседать ФПС Или Там Мыш Плавно Есть То Это Выбешивает На Официал Такого Позволить Реально Нельзя Комп Люди В нужном Направлении Я Хотел К Следующему Не то Что Вопрос Впереди А Скорее Под Вопрос Это В Продолжение Темы Привлечения Людей У Нас Есть Тверда World Это Сайти Который Был Изначально Само Наверное Основание Практически Российского Комьюнити Я Конечно Не знаю Я Не С самого Начало Но По Мо Это Так Все Так Так Ну Отлично Я Что Видят Люди Которые Туда Приходят И Попадают Туда Либо Каким Случайным Образом Вообще Могут Для них Что-то Полезное Там Найти Или Все Так Не Могут Я Сейчас Просто Могу Сейчас Наверное Пропадет Чатик Твича Ну Да Ладно Сделаю Вот Так Вот Давайте Просто Еще Да Говори Пока Я Перебью Немного Другую Тему Вот Вопрос Просто Сыпется В принципе На Каналах Давайте В конце Да Выделим Какое-то Время Небольшое Именно Много Вопрос Потому Сейчас Что-то Там Обжуждаем И Отвлекаться Вот Так Разными Вопрос Я Конечно Успеваю Вот Сейчас В принципе В Мирке Интересный Вопрос Всплыл Почему Стримы Не дают Такого Профита Там Как В той же Доте И вот Ват Говорит Что Отсутствует Ну Ребус Тоже Что Отсутствует Обратная Связь С твоими Зрителями Да То есть По факту Может быть Реально Много Народ Смотрело Там Кайдоса Да И Все равно Фидбэк Какой-то И Вроде Зрители Не могут До игрока Донести И даже Поинтересоваться Да Спросить Почему Что Как Даже Время Игрок Тоже Не совсем Он там Даже Отвечал На Вопрос И Как бы Он Ну Несительно Какую Ты проявлял Жизнь Ну Со Своими Зрителями Нет Возможно В чате Но Тут Немного Речь О том Что Допустим Если Игрок Ну Я так понимаю В доту Если Он Играет Пцв Стримит То Наверное Он Как Там Может Отлечь Все Так Правильно Я понимаю То Есть Прокомментировать Свои действия Почему Он Решил Пойти Туда А не Туда В том В принципе Во время Пцв Ну В принципе Это и технически Довольно Трудно Сделать То Если Ты Сол Это Тебе Надо Нажать На одну Клавишу Заметить Себя Чтобы Тебя Тиммейт Не Слышали И Во время Что Во время Ролауза На центр Сказать А сейчас Я попытаюсь Выйти Из-под Наста Чтобы Вот Поставленную Задачу Отвлечь Тиммейна То есть Ну вот Как Это Технически Нереально Ну ладно Галант увлек Сера Потому Что Это Шутер Тут С дотой С ранее Стримами Это Вопрос Почему Нет Обратной Сериаз Реально Вводы В этом Смысле Только Работают Да Там Вот Такие Анализ Как Байт Делал Одно Время Где Прям Со стрелочками И с паузами Все Объясняется Показывается Вот Это Да Это Будет Такое Видео Которое Бывает Которое Будет Как бы Фидбэк Иметь И Некую Связь Со Зрителем В то время Как Обычный Стрим Своей Игры Он Ну Он Реально Только Такое Вот Развлечение Больше Все Таким Нежели Посмотреть Чтоб Того 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 Ну Американцы Еще С этим Кстати Занимаются Они Собираются Каждую Неделю Разбирают Карты В пятером Топовые Игроки Приходят Разбирают Потом Отдельно Там За каждого На всех Картах Вот Они Это делают У них Есть От этого Профит В Европе Я не знаю В России Я точно Это Ухе Ну Только Если Вот Сейчас Мы С нашими Новичками Это Более Менее Уже Как бы Делаем Вот Байт Да Делал Там Раза Два Три У него Это Было А дальше Как-то Все Ну Собственно Я вот У меня Что же На стриме Открыт The World Собственно Тут На главной Новости Только За последнее Время Только Новости О стримах Собственно Моих И Дикера Да Идет Ссылка На Форум Форум Это Отдельный Разговор Я не хочу Затрагивать Форум Это Все Таки Форум Ну Все Таки Сначала Люди Наверное Лазят По сайту Только Потом Идут На Форум Далее Тут Есть Очень Привлекательная Ссылочка Это Российская Teamforter 2 Лига Мне Кажется Тут Практически Отверждать Нечего Мертво Рожденный Ребенок Заранее Ну Да То Собственно Листаем Дальше Лига Это Лига Человек Незнакомый С этим Может Пройти Мимо Но Сказать Не Фрис Мол Распространить Блин Да Тут Смотрите 4 Дивизиона И Много Команд Половина Зачерпанная Ну Надо Просто Убрать Оттуда Она Годовалой Давности Визита Зачем Надо Понятно Ссылку С главного Брать Трансляции Тут Вместе Много Стримов Это Хорошо Годовалой Давности Оно Ее Не Видно Понимаешь Этой Кнопочки На нее Никто Не Заходит Да Не Знаю Возможно Может Никто Не Заходит Я Узнал О ней Только Под Конец 2012 Года В Ну Принципе Тоже Есть Что Почитать То Есть Как То Информация Про Крафтинг Не Открывается Почему То Мало Что Работает Вот Интервью Работает Тут Тоже Есть Что Почитать Есть Гайды Нет Гайды Есть Даже С Переводом Я Прочитал В принципе В принципе Есть Что Почитать На этом Сайте Но У меня Такой Вопрос Имеет Ли Смысл Делать Что То Новое То Принесло Бо Это Пользу Если У нас Был Какой Новый Сайт Типа Ванилы Типа Типа Фортерс 2 Ру Ну Для Если Это Будет Сайт Акцентирован Именно На Помощи Невечкам Привлечение Новых Людей Там Об Обновления В каких-то Тех же Стримах То Возможно Смотря Сколько Людей Будет Вкладывать Туда Свои Силы Вообще Кто Будет Этим Заинтересован И Что Готовы Рукоменеть И Сделать Для Себя Все Все От Это Зависит Мне кажется Мы потеряли Уже Очень Много Людей Ну Которые Вообще Прикладывали Усилия Там Делали Что Своими Руками И Тратили Своё Личное Время Просто Сейчас Ну Там Честно Объективно Говоря Да Есть Марта Она Делает Очень Большую Работу И Ну Там Пара Ребят Да Которые Как-то Вот Стримы И Делают Какие-то Маленькие Новости Освещая Хоть Как-то Происходящее В сезоне На Это Вдвоем И Все То есть Даже Если Сравнивать С тем Временем Когда Я Активно Что-то Начинал Делать То Там Блин Ну Начал Тизить На вследку Которые Что-то Делали Диаманс Рейтеры Гулярно Выпускал Кто-то Писал Новости Кто-то Не знаю Варта Настримил И Искал В принципе Просил Всегда У меня Пинал Отдай Мне Комментатор Дай Комментаторов И Все Будет Вот У нас Просто Те же Комментаторов Не Найти Было Ну Это Было В период Когда Так Немножко ТФ Подупал Ничем Не лучше Мне Кажется Ну Реально Не знаю Вот Хорошую Вещь Пишут В Мирке Нужна Доступность Информации Я И Вся Информация О том Как Срегистрировать Свою Команду Где Инфа О действующих Сервах Где Можно Начать Играть 6 На 6 То Действительно Как бы Есть Вообще Это На Играют На Сервере Там Такое Объявление ЦО Хочешь Начать Играть 6 На 6 Давай Сюда Ну И Наверное Они Бы Пошли А Сейчас Некуда Ити Просто Не Ну Не Знаю Некуда Помню Все Таки Ты Довол Ну Ну Понятно Но Люди Тоже Заходят На Форум Но Я Неоднократно Видела Ситуация Когда Человек Что-то Спрашивает И Остается Без ответа Либо Там Начинается Какой Немного Нового Да О Себе В том Числе О Своих Родителях Но Все равно Отношение Людей К Новичкам Оно Немного Такое Странное Все-таки Нужно Быть Терпеливым Мне Кажется Для Сообщества В Целом Просто Действительно Есть ли Инфа Как Зарегистрировать Команду Как Начать 6 На 6 У нас Есть Одно Ответ Вроде Это Есть Советы По-моему Команду И Были Гайды В свое Время Но Они Наверное Есть На Форуме Где-то Их Нужно Найти Ну да Они Где-то Глубоко Доступность Доступности Нету В информации Абсолютно Надо Поискать Ну Конечно Ничего Там Особо Сложного Нету Но Все-таки Информации На самом Деле За Году Накопилось Реально Много То То Есть И на ТФ2O На форуме Просто Там Размазан По-разделам Но Куча Гайдов Куча Всего Есть Это Просто Желание Уделить 5 минут Поиску Все И то Что Google Даже Поможет При Каких-то Вопросах Либо Опять же На форуме И в Мирке На канале ТФ2RU Всегда Можно спросить Сидит Толпа Адекватных Людей Которые Вам Подскажут Даже И те Кто Уже Давно Не Играют Но Прекрасно Представляют Как это Сделать Вам Помогут Ну Это Такое Обращение К Научкам Если У вас Есть Уже Намеченная Цель Собрать К сезону Команду То Просто Надо Чуть-чуть Положить Усилие И действовать Если Непонятно Как Там Зарегистрироваться На Вдвоере Что Там Надо Сделать Где Что Ввести То Просто Можно Отращаться На Том Же Форуме Есть У нас Раздел Вопросы И Ответы Там На Это Вдвоере Тоже Есть Русская Секция Ум Как Раз Удвоере Есть Да Русский Раздел Правда Он Совсем Не Активный Но Спросить Немного Во Вред Не Давайте Закончим С Стэд Вордом Немножко Вот И Передем К Следующему Вопросу Это Вопрос Который Интересует Скорее Сего По Большей Части Активно Играющих В данный Обенд Хотя Новичков Возможно Тоже Это Лан Вообще Ланы По Team Fortress 2 Они Были Они Были Удачные Очень Интересные Они Были И Очень Удачные Такие Тоже Бывали Вообще Как Стоит Рассматривать Ланы Это Как Показатель Какой-то Популярности Игра То есть Если Сейчас Мы Не Наберем Столько Команд То Мы Не Будем Организовать Лан Или Все Такие Можно Рассматривать Как Привлечение Такое Привлечение Людей С Паблика В ТФ То есть Как Мы Вспоминаем Лан В Сибири Который В принципе Получился Очень Дачным Который Проводил Шано Вот Он Зазывал По-моему Даже Народ С паблика Они Собирали Команды И Регистрировались И В итоге Собралась С этого Красноярска Да Ведь 12 Команд Я Все время Путаю Назвай Того Города Ничего Страшного Там Нет Ха-ха-ха Вот У кого есть Что сказать По поводу Лана Вообще Ну Лана Это На самом деле Очень весело Я бы не сказала Что это Показатель Популярности Ну Популярности В России Может быть Но Во-первых Не у всех Есть возможность Поехать на Лан Даже если они Не хотят Не у всех Есть команда На Лан Даже если Они хотят Поиграть А некоторые Просто Не хотят Никуда ехать Да И Вообще Ситуация В целом Все-таки Нам не позволяет Набирать Много Команд На Сами Ланы Но Ребята Кто там Еще не был Говорю вам Все Что вот Играть В ТФ 6х6 Стоит Даже Пусть вас Ланы Мотивируют Это Адреналин Это Новые знакомства Это Какие-то Новые ощущения Это Всегда интересно Поиграть Когда за тобой Кто-то Спекает Вживую Вживую Это Мне кажется Такой Опыт Очень Интересный Для тех Кто Любит Игры Вообще В целом Но Увы У нас Конечно Не так Много Возможностей Проводить Сейчас Ланы И поэтому Они Бывают Крайне Никогда Как-то Возможно Исправить Вообще Были Какие-то Идеи Там Во-первых Со Спонсорами То есть Я не знаю Кто занимался Организацией Ланы Голланд Снимался Этим Я К тебе Приду Собственно Были Подожди Идеи Как-то Спонсоров Привлечь К этому И Вообще О людей С паблика Тоже Немаловажный Вопрос Ну Давай Расскажи Про это Ну Про спонсоров В общем-то И артикул Там вместе Что-то пытались Знать И Насколько я помню На московский Вроде бы С СВА Там тоже Какая-то Речь шла О чем-то Но Это все Безуспешно Начнем с того Что Блин В России По-моему В принципе Особо Поддерживаемых Спонсором Ланов Их нет Ну Там Как в Европе Там Не знаю Мне кажется Ланы За спонсорами Это такой вот Бред То есть Это все-таки Миф Да То есть Если есть Лан То он чисто Рекламный Он чей-то То есть Там Если есть Финалы Ему У ESL То они Являются Просто Продвижением Да Бренды ESL Там Логическим Его завершением Да Как сезона Если там Есть Инсомни То это Чисто Бизнес-модель Там Так же Как и Ассамблея Которая Выросла Из Ну Там Сходняка Там Компьютерщиков Да Демо-сцены И разрослась В игровой Лан Но это тоже Бизнес По факту Там тоже Билет стоит В принципе Реально приличные деньги Да Это Снимается Большая Аренда Целый стадион И На этом делаются деньги То есть Это Лан Ради чего-то Но Инсомни Не привлекает Ну она конечно Привлекает спонсоров Да Кто-то выставляется Но Это Мне кажется Не эти деньги На которые Инсомни рассчитывают Там реально Большой входной билет Большая его цена Вот Пожалуйста То же самое На самом деле Не ну Все таки Поэтому Ты пытаешься Привлечь спонсоров Да нет Это невозможно Если это в Европе Не работает То как это будет работать Здесь Гладированные сырки Как вариант Успех Все любят Гладированные сырки А Ну как же Привлекали Спонсоров Или что там Было Когда Найткапы Проводились Ну Там Нет Там не было спонсоров Там Да Там Там Большая шутка Да И В этом итоге Не отбилось Жжи Поэтому Собственно Капы Стали проводиться Без призовых А потом Просто перестали Проводиться Мне просто интересно Потому что реклама Не отбилась Окей Как происходит процесс Это вызывание спонсора Ну вот Приходит человек И говорит Проспонсорите нас Пожалуйста Мы вам можем Предложить То-то и то-то А вот собственно В чем заключается То что Можно предложить Ну а ты думаешь Почему спонсоров нет Ну вот в том-то и дело По сути нечего Если было Какое-то Комьюнити Такое Устоявшееся Ну хотя бы Там не знаю Две Три тысячи человек Спека Либо там Какой-то Какие-то стримы Да Непосредственно Сланов Плюс Снимались бы Большие клубы Там не знаю С интервью Может быть Были бы какие-то Стенды Плакаты Чтобы люди видели Рекламу этих спонсоров Но этого же нет Вот отсюда Как бы Замкнутый круг Спонсорам просто Банально нечего Предложить Что аудитории Как таковой нет Если Там взять В пример ТСК-4 Да То Там по факту 16 команд То есть Все такое Русское сообщество Оно Присутствовало Непосредственно На лане Ну вот Те кто активно Играют До команды То есть Приехали В принципе Все практически Хотя Под финалы Да На второй день У нас Если мне не изменяет Память У нас было Что-то в районе То ли 300 человек В СТВ И 400 В стриме Как-то так То есть Ну 500 человек Суммарно Может чуть меньше Ну Примерно Столько Да Ну порядок Такой То есть Ну За 600 Человек Вот Зрители Из дома Да Мы Перевалили Ну И это Собственно Что называется Круглосуточно Я артикулял Даже стримил Трехчасовые Ночные матчи Там С 10 Встреча Я вспоминаю Я играл на них Вот То есть Нет Тот Плам Я считаю Вообще По организации Был Ну Чуть ли там Не на уровне Того Как Ванилла Последнюю Инсомнию Освещала То есть У нас Пахал стрим У нас Пахали рилей На Все матчи То есть Если были там Фанаты Какой-то Определенной команды Они могли Смотреть Все матчи И команды В рилее И соответственно Застать на стриме И тогда Вот По сплоченности Сцены Тогда мне кажется Это был Реально Такой Пик Потому что Количество Желающих Покомментировать Стрим Оно Было Там Так надо было Выбирать Дать сначала Глизарду постримить Потом еще кому-то Еще кому-то Ну давайте Ладно О прошлом-то хватит Все-таки Немножко в будущее Надо посмотреть Вообще Планируется Да Какой-то Лан Организовываться Марта Ну мне Тут вот Недавно Мартец Писал Морд Солдатик У нас такой Есть В РУТФ Они Там по-моему С тобой Встречались Где-то В уютном барчике И за разговором Решили Что надо Все-таки Надо для комьюнити Сделать Сделать Лан И решили Что лучше Сделать В Москве Так как В принципе В Москву Ну Больше Команд Сможет Приехать А в Москве Вроде как Из организаторов Есть Ну кто тут Ренг По-моему Есть Я могу Помочь Ну и в общем Март мне написал И говорит Давай Лан Марта Давай Ну и Вот В общем-то Если мы Наберем Хотя бы 6-8 Команд То весной Он Может быть И будет Но опять же При наличии Площадки Потому что В принципе Проведение Лана Упирается В финансы Именно Чтобы снять Клуб И найти Этот клуб Который готов Провести Лан ПТФ Отдав Все свои Компы И помещения Это тоже Большой Вопрос Большая проблема И плюс Вот где был Прошлый Московский Лан Там техническое Оснащение Компьютеров Было не очень Постоянно Выпадал звук В общем Все играли Очень долго И как-то Было не особо Уютненько Поэтому В принципе Сейчас Есть один клуб Куда вот Ездил Ренг Сегодня Но там Такой Владелец Оказался Странный Вроде Молодой Но странный Он не очень Хочет Чтобы там Проводились Ланы Потому что Ему нужны Постоянные Посетители А раз Или два В год Проводиться Чтобы там Ланы Проводились Ему невыгодно Ну так он сказал Но в принципе Сказал Давайте ближе к делу Мы с вами поговорим Думаю Может быть получится Приличной беседе Надо Поспользоваться тем Что я все таки Женского пола Приехать Надавить На мораль Парня Ну вот Как то так А какие то попытки Насчет спонсоров Будут Хотя бы Ты знаешь Я попробую Но не только Я Кто нибудь там Подключится Я думаю В принципе Найти все же Что то реально Но Этим нужно Заниматься Это Отнимет много времени Много сил У меня В принципе Диплом Там скоро Госы Вот Я ничего не могу обещать Но я правда Постараюсь Может быть Как то мотивировать Людей приехать на Лан Сделать какие то Хоть банальные Призовые Или может Как то еще придумать Снять фильм Допустим Вот такой мини фильмец На Лане В общем Придумывать Всегда есть что Была бы площадка И были бы желающие То есть команды Непосредственно Которых в принципе Сейчас у нас В РТФ Крайне мало Парк тебе Мисси советует Тебе надо Не надавить На человека А глазки Просто построить Ну 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 ладно Да Я не умею У меня У меня не получается Я лучше Надавлю Заодно Передаю привет Мисси Да Передаем привет Мисси Мне вот кинули ссылку На какой то новый клуб В Питере Мы потом посмотрим Значит этого Значит этого Варианта В Питер Будет откроется Предварительная регистрация Там если вот наберется Команд 7 Я наверное Зарегистрирую свою команду И Тоже Извелю какое-то желание То есть тоже Надо как-то активнее В этом плане И Спонсоры зачастую Это не тоже Организация В принципе Если у кого то есть Возможность Или Желание помочь Как Так сказать Морально Или Или деньгами Или В организации То как бы Пишите Да Вот тут мне уже Демгот пишет Что он готов В организации Лану помочь Ну это наверное В Питере Все таки Мне уже пишут Готовый день То есть Несите деньги Серега Было бы неплохо Да Окей Ладно Конечно Нет Если Вот там Ринг марта Сейчас поездят Договорятся До чего то Да Там За февраль Месяц То Конечно Надо Поскорее Пошевеливаться Все таки С Середине Марта Надо Анонсировать Что он уже точно Будет За 45 дней Где А так Один лан Пройдет Другой Пройдет Там Лиши Асус Какой-нибудь Это Мечты Это Нереальные Мечты Зачем Вы так Все Обломали Очень Это Просьба Если Все таки Что то Будет Новичков И Новеньких Команд Регаться Даже Если Вы Сливать Будете Ребят Вам Это Просто Нереально Будет Плюс Опыт Это Общение Не только К игре Это Вообще К жизни Это Очень Прикольно Так что И В жизни Вам Это Очень Пригодится Так а при чем И сливать Да На лане Не обязательно Выиграть Тем более По ТФ А можно Я скажу Понимаете На лане Создается Такая атмосфера Что в принципе Топовые Игроки Могут Выступить Ну наравне С теми Кто играет Не очень В оффлайне Потому что Там все Там все Давит На мораль На какие-то Нервы Все Таки Адреналин Вы можете Сыграть И на грани Ваших Возможностей Способностей И будете Играть Лучше И лучше В общем Это вообще Очень круто Вы можете Потискать Топовых Игроков Попинать Их То есть По моему Это прикольно Да Это хорошо В принципе У нас же сейчас На Ланы Ездят В основном Такие Старички Как уже Сказали Не ради Каких-то призов Не ради Ну в принципе Кубки Медальки Да Мне говорили Что это классно Давайте Мы любим Но все равно Это ради Все ради общения Ради каких-то Посиделок Перед Самим Ланом После Лана И провести Лан Пообщаться со старыми Знакомыми Но Мы же все люди Мы всегда рады Видеть новые лица Это Всегда плюс Потискать Галанта Фокс хочет Да Потискать Галанта Вот такая Неважно Я просто Ты хотел сказать Еще Имеет ли смысл Вот Звать На Лан Людей с паблика Прям совсем С паблика Прям совсем Да То есть Кабын запустить Рекламу на паблике Собирайте команды Там В Москве Вы можете Показать Там Кто лучший Почему нет Не было Такого Никогда Ну в принципе можно В принципе можно То есть никогда не было Такого вот именно Понимаешь Давай я тебе вот Одну проблему Которая только что У меня в голове возникла Это то что люди Зарегистрируются Но не приедут Потому что Большинство игроков На паблике Все таки Учатся в школе Ну не большинство Ну ладно Какая-то часть Если они зарегистрируют Команду Вы сделаете сеточку Все хоп-хоп Там все рассчитано И они берут Не приезжают Такое же тоже может быть Понимаешь И просто взять На всех пабликах Это анонсировать Мне кажется Это может выйти Боком достаточно Вот наших игрочей Которые вот Идут через нас Допустим Или уже Которые люди Сами собираются Играют Ну в шестом В пятом диве Уже что они На ИТФЛ И они уже Как-то Каким-то образом Участвуют В шесть на шесть Соревнованиях Таких можно Безопасок Мне кажется Ну тоже конечно С опасениями Но там уже шанс Побольше Что они приедут Вот Есть что Что по лану Сказать у кого-нибудь Нет Я думаю С ланом точно Можно заканчивать Ждем лану Да Надеемся Что он будет Ждем Блин Я даже не знаю Сами мы уже долго сидим Я же хотел одну тему Быстренько затронуть Это Русская лига Вообще Стоит ли ее Сделать Или Нам хватит ТВ Вдвоеле В смысле Ну у нас нет Лиги сейчас вообще А нет Вдвоеле Нет Я говорю Вообще Вообще Полностью Русская лига Или хватит Вот европейской Не знаю Мне кажется Хватает А мне кажется Не хватает Наоборот И Потому что Ну Приходят люди На это Вдвоеле У них сразу вопрос Почему нету русской Они играют Поедине с русскими У них Не у кого спросить Потому что Русские команды Они где там На это Вдвоеле Они все вверху Приходят новички И спрашивать Не у кого Была бы русская лига Может быть Они держались Почему все вверху Вот В принципе Сейчас размазано Но середина Пустая Ну ладно Две команды Середина Ну середина Ты мне еще тут Третья-четвертая Да Мне почему Все время казалось Что Вот комьюнити Она формируется Вокруг лиги Как бы Если нет лиги То вот Вокруг чего Вокруг какого центра Ну люди будут собираться Я с вами тоже С рекой соглашусь Просто людям некуда Ну вот сейчас Куда они Им на это Вдвоеле Чтобы пойти на это Вдвоеле Они сразу У них такой барьер Как это Знание английского Это боязнь Туда зарегаться Потому что там Они приходят Они не видят русских Вообще В зону временные Ну да В любом случае Чтоб да Было какое-то Комьюнити Было какое-то Развитие Нужна русская лига Я тоже так считаю Или хотя бы Промоушн кап Опять же Они очень помогают Честно Я по опту говорю Я еще хотел Что спросить Никто никогда Не пробовал Наладить какое-то Сотрудничество Вот с такими Порталами Как Респсу Как Гудгейм Ну зачем Нам Нам в этом не нужны Ну Что значит Не нужны Почему нет Респсу Промой Турниры По всяким Абсолютно Различным Играм Надо вспомнить Вроде бы Мы же С кем-то Там Кира Вроде Не вспомню Можете Подскажет Верки Да ни с кем Там не пытались В общем-то ТПЛ Или как-то Так Что-то Такого Ну это Не сайт Уровня Респсу Во всяком случае Негуби Верно Поэтому Это было Бессмысленно Изначально А ну Кудгейм Вообще стоит Ну реку Списит Удаляли новости Там удаляли новости Катана Насколько я помню Потому что Там содержался Матки Там тоже Такого Придантоц Если честно То есть Одно время Допустим Тоже не помню С кем-то я писал Кто-то То есть Ребята В общем Имел Ку-ку-ку По-моему У них такой То есть У него был доступ На кого-то Выход В принципе Я писал новости Там Я сообщал ему Он кому-то сообщал И капру Или То есть Довольно так Мобильно Быстро Это все было Но потом Как-то опять же Подзатихло Ну и у меня Опять же Тоже Не хватило Просто вот Сил постоянно Это все распихивать На главную На форум Потом туда Потом еще Ну что-то там Ковали Ну и у меня аудитория Там конкретно Не та А там Тоже такая аудитория На Goodgame Мне так кажется Таких Зрителей Да По большей части Но Каких-то Блин Плэцплейщиков Нежели Вот Кто будет смотреть Компетитив матч Не знаю Ну Там Они часто На что-то играют В какие-то непонятные игры В стриме Зачем-то Собирают Толпы народа Ну да Вот мы Не Ну а сейчас Вот мэтстрим Тоже У нас Он есть на Goodgame Там Очень мало людей Вопрос в том Там один-два человека Приходит Да Сколько ты получаешь людей Может быть Не может Сразу на Twitch Переходят Потому что На вот такие Я просто захожу Увижу там Два человека Так нет Потом Понятно Что Я имею ввиду Именно понять Сколько ты Получаешь С кеми людей Получаешь ли ты Их там Может там Никто вообще Не кликает на этот Ну наверное Ну наверное Настало время Таких вопросов Если у кого Есть вопросы То Пишите Задавайте Да Давайте закругляться Потому что мы В принципе Практически Делали час Если это Как-то будет Положительно Мне кажется Этот подкаст Можно там Продолжить Потом будет Особенно В принципе Его можно Выложить Да Это первый опыт То есть На ютубе Какие-то еще Просмотры будут Если кто Сегодня не смотрел То есть Все-таки Парочка Не эти 80 людей Да Мне кажется Кто-нибудь еще посмотрит То есть Ну там Суммарно Да Суммарно Мы наберем Сотню Ребята Вот Если это будет Интересно То можно Подумать Там Может раз в две недели Это повторять Я думаю Марта Ты нам должна Обеспечить Больше фидбэка От своих О Ты слушай Я сегодня Я же говорила Я рекламировала Я сделала Объявление Я сделала события Я понимаю Я говорю Фидбэк Что Что им хотелось бы Чтобы быть Пообсуждать А О Да Ну На самом деле Большинство интересно Все-таки Вот Кто уже пришел В Грачи Ну Это проект Называется Грачи Кто еще не знает Да Кто туда пришел Им в первую очередь Интересно все-таки Послушать Какие-то мастер-классы От топовых игроков Разных классов Ну По крайней мере Мне вот это Вот говорили Ну да Мне кажется Что я вначале Тоже упоминал Надо сделать Вот Ну не просто Вот Да Который там Допустим У меня есть А именно С аналитикой То есть с паузами С ними Что когда Почему То есть Вот это будет интересно Да Это тоже будет интересно Да Но этим опять же Надо заниматься Понимаешь Да Это просто объединяться Записываешь Свою демочку Видео И потом объясняешь Как это ты там Побежал Реду помогать Почему ты решил побежать Берешь ломастер И рисуешь по монитору Да вот Кокаут Буду бы неплохо И на видеокамеру снимаешь Если я смотрю свою демку И вижу Что Уитчер Ну ты сам не понимаешь Да Зачем Ты туда бежишь И все плохо На самом деле Тут у тебя вопрос Сами ли играем На пабликах И на каких пабликах Играем Конечно играем Все играют Да Большинство В большинстве Своем Точнее Все играют На Алисиных серверах На АВЦ А где еще мы играем Чаки от стрелы Наверное Кто-то играет В аптизоновские сервера А так В основном Мне кажется На Алисиных Вопросы больше На Твиче поперли Что-что Ну на Твиче больше вопросов Ну да Нужно ли будет Салтом ходить С блокбоксами В 6 на 6 Увы Увы нет Но Текущее правило Да Его запрещают Он пошутил Но если что Табличку В следующий раз Подними Про это Он поймет Галант у нас такой Да Игорь Как тебе этот вопрос Почему Ливанова у вас Хитман По-моему Это где-то на форуме Уже обсуждалось И объяснялось Нет Да Ну почему ушел Хитман Я так понимаю Хитман Что Ушел в Реал Лайф И почему Форсакин Не вернулся Ну Хитман Ушел Да Действительно Потому что Ему все Надоело Потому что Да Так надо было А Форсакин Форсакин ушел И на его место Взяли Другого человека И когда Планы Форсакин Не сбылись То вот Чего возвращать Надо было Если уже Место занято Нужно было Ну тем более Кидать человек И говорить Семен Товарный план Не удался У нас Следующий вопрос Следующий вопрос Почему Галант Не играл Не знаю Что это Почему Галант Зял Вайлкар Тут тоже Интересно А Почему Ну Как сказать Ну так вот Вышла Жизнь Такая штука Нет На самом деле У нас просто У СМИ Был экзамен Ну как Я со всеми Попереписывался Спросил Зами решил Пойти пораньше Спать Чтобы Утро встать А я не мог До дома добраться Отличная история История дружище Играл Главное Прохладное Нет Ну А я не понимаю Почему я должен Прохладно Это же Реально Дело Это же Реально Дело Команды Все надеялись На камбэк Давайте Заканчиваем Потому что Уже Как-то Вопросов Особые Нет Мы Тем более На некоторые Отвечали Походу Да Там Было Еще вопрос Точнее Какой-то Комментарий Я прочитала В мерке Типа Давайте Больше Девочек И все Будет Ну ребята Все девочки Играют На пабликах В принципе Даже в грачах Так вот Почему Компитетив Мертв Да Именно так Потому что Они Зазывают Туда Но на самом деле Нет Даже В грачах Есть Ну не знаю Так Навскидочку Пять девушек Которые В принципе Подают Надежды Так Скажем Так Я кидаю У меня Уже Глупый 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 Солдом Потянул Как-нибудь Да конечно Если меня будут лечить Девочки Это же хорошо Они на тебя будут кричать Что ты их не дефаешь Там серьезно Это как в реальной жизни Серьезно Да Мне не приучать Есть у кого что еще Напоследок Такое сказать Именно по делу Да давайте Ждем пять секунд По делу Не Из вас Я имею ввиду Все Я Может быть подруги Создать микс группу Для таких паблик Как раз Не понимаю суть вопросов Потому что Насколько я понимаю Сейчас есть группа Которые Ну да По сути Это Ну Грубо говоря Да Можно назвать ее Микс группы Конечно Но там В принципе Я стараюсь Сделать Такие составы Более менее Устоявшиеся Вот Но иногда приходится Кто-то не приходит Кто-то забивает И поэтому Миксим Так что Добавляйся Я В общем Займусь тобой Как и всеми желающими В принципе Немного позже прозвучало Но я же не в этом смысле Да Простите Простите меня Вот да Еще же есть 9 на 9 Ну Мне кажется Эту тему Надо оставить Уже реально Для следующего Ах Интрижка Правильно Я Я запишу Продолжение следует Да Самое интересное Ставить Напоследок Ладно Всем спасибо Моим гостям Наверное Сегодняшние Что вы посетили меня Тут Поотвечали на мои вопросы Можно Потом Мы все-таки Забыли Про такое еще Важное событие Как 4 года Команде Вроде как Не говорили же Ой Ну я прям О Так что Поздравляем Платон и его команду Да Спасибо Цветочки тебе Цветочки Уи Уи Блин Такое положительное На этой начале Закончить Давайте Да